Девушки отдыхают 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 Доброго дня Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нема тієї поддержки, даже не мая поддержки от главы Крисонской облради, пана Мангера. Но главное не это, главное, что была поддержка на словах на диле, поддержка была нашего университета, нашей альмаматери. И, честно скажу, я не маю и листа поддержки президента Украины, и Кабміну. Но главное, что мы можем с вами сделать. И это для нас все главное. Что для меня есть ректор университета? Это не просто программа, которая написана и даже опубликована. Это очень важно. Это плачение того, что мы будем делать. Для меня ректор – это, в первую очередь, ответственность за людей, которые доверяют тебе. Потому что ты должен иметь возможность не только написать, но и иметь возможность выполнять то, что ты написал. Потому что ты ответишь за этих людей. Я вам честно хочу сказать, что, в первую очередь, для каждого из нас и для наших родин очень важна стабильность. Стабильность не просто, а стабильность развития. Потому что я могу вам честно сказать, что поговорим о том, что какие-то факультеты будут закрываться, или кафедры. Это мифы, ни один факультет, ни одна кафедра закрываться не будет. И каждый человек, каждый коллега должен знать, что мы сегодня имеем ресурсы. Я не на словах, а на справах. Мы сделали уже очень много для того, чтобы обеспечить наше стабильное финансирование и, соответственно, развитие университета. Так, мы сегодня имеем бюджетный паспорт, который задержан Министерством освіти и науки Украины. Это 88 миллионов гривен. Это 90 миллионов гривен больше, чем в предыдущем году. И это означает, что штабный рост есть. Это означает, что каждый из вас должен знать, что деньги на зарплату, на доплату, на коммунальные услуги и так далее. Это вырешенная вещь. Это не обещан, это абсолютно конкретная вещь. И это мы должны понимать, что керевник, который планует что-то закрывать, этот керевник никогда не имеет перспективы о том, чтобы сделать что-то. Поэтому мы должны иметь не просто деньги, потому что деньги – это отображение доверия державы, студентов, которые у нас учатся. Кошты – это, в первую очередь, инструмент для развития. Поэтому я хочу сказать, что это практически решение вопросов. В первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, мы принимаем дискуссии с первым заступником министра охраны здоровья Леничевским и первым заступником министра Куртенце абсолютно чётко договорились про то, что до вересня у нас будет открытый медицинский институт. И таким образом, мы уже в вересня будем набирать детей на этот институт. Из-за того, есть соответствующие договоренности с генеральным директором оборонпрома. И это означает, что нам будут соответствующие будильные для того, чтобы мы это сделаем. Это означает, что те люди, которые, как или иначе, выкладывают предмети биологии, химии, природозберегающие технологии и так далее, они точно не просто будут иметь работу, они будут иметь расширенную работу. Ну и кто думает, что не можно отработать ИПФ, ну и також очень помиляются, потому что мне удалось провести переговоры с ректором Киевского политехнического института Михаиловичем Згоровским, а также с генеральным директором Украфа-Боронпрома, чтобы иметь возможность готовить путевцев, чтобы оборонных технологий в нашем университете. И я думаю, что как раз ИПФ может быть тем майданчиком, на базе которого мы можем это сделать. Потому что, в первую очередь, инженерные специальности – это то, что соответствует этому развитию. Поэтому мы должны и мы должны иметь перспективу для проектов, которые будут развивать наши потужности. Главная наша задача очень проста. Мы должны быть лидером на Херсонщине, а за два-три года мы должны иметь репутацию и имя на певдне Украины. Почему это важно? Это важно не для пиар, это важно для того, чтобы мы, вместо того, что мы сейчас, мы сейчас, за последние шесть лет, мы втратили 1 тысячи два студента, которые входили в контингент наших университетов, а это загроза, соответственно, для нашей работы стабильной, мы должны вернуть контингент. И мы должны быть абсолютно четкие правила, понимаемые алгоритмы, как это мы должны сделать. Мы должны быть в информационном просторе, который обеспечивает конекцию нашего университета с территорией Херсонщины и не только. И поэтому я хочу сказать, что, в первую очередь, мы рассматриваем Херсонский государственный университет как средовище, где должно быть комфортно выкладачу и студенту. Поэтому, когда мы говорим о очень простой вопросе, что для паркана, это не проблема паркана, это проблема нашего университетского мастерства, где и выкладач, и студент, после того, как он закончил аудиторные занятия, он не должен бежать куда-то, он должен быть мощной библиотекой, и она будет уже в этом году, как минимум полмиллиона, это планированное бюджет, будет дана на библиотеку. Повинна быть мощная информационная система, чтобы студенты и выкладачи мали доступ к информационным ресурсам. Повинен будет очень мощный парк, где будут плавочки, освещения, для того, чтобы и козы, и собаки, там были наши студенты и наши выкладачи мали возможность с нами подпочиваться. Будет потужная стол-ъедальня, которая находится под нами на 300 посадочных мест, для того, чтобы студенты и выкладачи мали возможность нормального харчевания, а не думали про то, как поскорее покинуть университет, для того, чтобы поехать домой или в инше место. И это будет сделано уже в 2018 году. Поэтому сегодня мы вместе с студентами также поговорили о вопросе того, что мы в этом году сделаем обоеводистовое бассейн. Это очень важным атрибутом жизни нашего университета. Потому что если мы хотим получать контингент, мы должны понимать, что студенты должны иметь соответствующие условия. Это гордочек, это бассейн, это спортивный майданчик, это, кстати, спортзала, которая, фактически, уже имеет современное опаление, а не так, как это было до того. И это означает, что мы запустили этот процесс. В 2018 году мы сделаем вместе с вами очень много чего. Мы сделаем, потому что я в каждом из вас вижу человека, который имеет перспективы. Это очень важно. Важным не дожить инициативу людей, а дать возможность делать свою новую работу, так, как он ее видит. Кто-то больше, кто меньше. Это далеко не зависит от навантажения. Чтобы мы могли бы иметь мобильность не на словах, а на справе. Чтобы наши люди могли бы стажироваться не только в Херсонском национальном техническом агромедитете, а могли бы стажироваться и в Киеве, и за коротком. И это также очень важно. Мы просто должны понимать, что это наш другий день. Я тут 1972 года. Я абсолютно знаю свой счет, который ведет педагогический институт и первого моего особистого ректора, пана Богданова, Павла Егоровича. Я знаю Ириня Павловича Полищука, Анатолий Ивановича Митцовя, Юрий Ивановича Деляева, Олег Васильевича Мишукова. Коллеги, это история. И почему я прием решение, не зважаючи на то, что я сегодня практически учу профильный комитет и обеспечения института, почему я прием это решение? Потому что, во-первых, я вернулась шесть факультетов, приемную участь, покажи, что ты патриот. И, по-друге, для меня альма-натор. Я хочу видеть свой университет процветающий. А процветающий мы его можем сделать несколько раз. Сегодня у нас уникальная возможность конвертовать мои особистые возможности, которые я сегодня маю, в наш внутренний развиток. Это уникальная возможность, я не знаю, когда еще может быть. И мы можем это сделать. Потому что мы понимаем, что это абсолютно реально. Поэтому, заканчиваю еще свой короткий выступ, потому что, я думаю, будут ответные вопросы. Я думаю, что про свое життя не я. Не думаю, что повинен разговаривать. Может, только коротко пройшел. Шлях от простого вчителя математики до первого проректора цього университета. Разом працював в команде. Три терміни с Юрією Ивановичем. Тому я пройшел відповідный шлях, чтобы не научиться на ошибках, а чтобы знать, как все это сделать, чтобы все это работало. Потому что коллектив не должен научиться своего керевника, а должен дать возможность ему сделать, выполнить свою миссию и сказать «Дякуймо вам, далее идет следующий ректор». Это тоже очень важно. Поэтому я хочу всем поддякувать вам за то, что вы сегодня пришли, за то, что мы разом с вами працювали, працюем и завжди будем працювать. Я вам обещаю, что в моем обличии вы бачите людину, яка, если сказала, то она это сделает. Потому что текст программы и имплементация этой программы это абсолютно разные вещи. Я это хочу, я это могу, я это выполню. Всем обьякую и ждем вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но пока думайте, еще раз хочу сказать, никто никого переносить никуда не будет, никто никого извольняти не будет. Я специально снимаю эти вопросы, потому что уже спекуляции, он прийдет и того извольнет, того извольнет, того извольнет, того закриет, там, передаст и так далее. Все это неправда. Я розумію, что существуют технологии, но я очень надеюсь, что у нас не будут использованы технологии, которые используются вообще во время выборов. Я думаю, что каждый свободно оберет и от этого будет зависеть от сценария развития нашего университета. Або таки, або таки. Еще раз хочу сказать, специально никаких административных впливов. Все делаем так, как вы считаете. Кожен из вас проголосует, приймает соответствующее решение, как оно будет, как оно и будет. Всего вам дякую. Чекаю. Будьте ласковые. Прошу Александру Владимировичу поблагодарить. Ну, не долго, две минуты, чтобы он не долго специально отлично подготовил себя, потому что думал об этом. За годы работы и жизни в этом университете я накопил определенный опыт участия в выборах. И как избиральный, и как избиратель. Сегодня я, конечно же, как простой избиратель выступаю, решивший характеризовать кандидата в вектора по трем заставляющим. Профессиональный, гуманитарно-общекультурный, общественно-политический и деловой. Уважаю всех претендентов. Это вполне достойные люди. Александра Евгеньевича мы знаем как глубокого настоящего ученого, который, если не будет вектора, будет невероятным профессором. Мы знаем, что для Виталия Николаевича, безусловно, мы знаем Виталия Николаевича, но для него это первая проба в дыра. Каждый из нас когда-то что-то делал впервые. Начинал, пусть пробует, дай Боже ему. Счастье, как говорится, это вполне достойные люди, но подробнее я остановлюсь на одном, на Александра Владимировича. Думаю, наша долгая совместная работа дает мне право это сделать, и он тоже на меня постарается не убедиться. Его профессиональная составляющая. Первый. Наш выпускник. Со школьных лет школа юных математиков при физмате Виктор Петрович Берпан. Один из любимых учителей. И коллег. Второй. Кандидат физмат наук. Доктор педагогических наук. Профессор. Член-корреспондент Академии педагогических наук. Сегодня один у нас такой учитывается. Другого учитывается пока. Нет. Третий. Возглавлял спецсовет. Подготовил не одного кандидата наук. Помогал в подготовке не одного доктора наук. И сегодня этим занимается, несмотря на чрезвычайную загруженность по основной работе в Верховном Совете. Работал преподавателем, доцентом, профессором, провектором и первым провектором практически два десятка лет. Скоро упомянул об этом. Но это были годы напряженнейшего труда и познания не только окружающей действительности, но в первую очередь и главное нашего института, потом университета, его сущности, его людей, его коллектива, который частично представлен сегодня и в этом саде. Второе. Его гуманитарная, общекультурная составляющая. Первое. Кандидат мастера спорта. Напоминаю вам. Когда-то его портрет возле спортзала висел у нас. Мы все любовались. Красиво. Молодой был. Чертовский. А шахматом? Шахматы помогли ему, между прочим, и синьку создать. Ну, а в этом отдельный разговор. Второе. Я читал его художественные тексты философской направленности. Он не слишком это рекламирует, но он творец. Он схронен к этому творчеству. И я знаю его. Это очень ценно. Третье. Ему нечуждны проблемы, касающиеся любой сферы жизнедеятельности человека. Нет вопросов по моему опыту, который с ним нельзя было бы обсуждать и находить общее понимание проблем или ту разницу, которая необходима для лучшего глубокого понимания той или иной проблемы. Мы с ним беседовали неоднократно. На самую разнообразную тему. Ну, и четвертое в этом разделе. Образцовый для многих коллег семейный. Любящий муж, отец и, слава Богу, в конце концов дедушка. С чем я его поздравляю? Ещё раз. Ещё раз поздравляю. Его общественная политическая, общественно-политическая деловая составляющая в чём? Ну, да вы. И я, Александр Владимирович, об этом не говорил. Сам губернатором нашей области. Он работал. Мы помним это. Мы знаем это. Народный депутат, первый зампредседателя Комитета по науке и образованию, фактически руководящий этим комитетом уже много-много времени, соавтор выдающихся законов нашей страны. Чрезвычайно важно. Для доктора педагогических наук особенно. Особенно важно. Его забота незадолго до выборов. Созданы две наукоёмкие лаборатории, отремонтированы спортзалы, как-то кафе построена современнейшая спортплощадка, запланировано ещё много важного и полезного, о чём вскользь Александр Владимирович сегодня упомянул. Но это вскользь от них не значит, что это сказано мимоходом. Это сказано для того, чтобы мы ещё раз порадовались того, чтобы это было сделано. Но я более уверен в том, что это будет сделано. Теперь, уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь из кандидатов сравниться по совокупности отмеченных мной признаков профессиональному жизненному опыту с Александром Владимировичем Спилаковским? Вопрос. Объективно? Нет. И это, безусловно, говорит в его пользу, ибо он объективно первой среди достойных. Уверен, что ваши голоса за него будут фундаментом стабильности, инвестиционного благосостояния и академического процветания Херцовского государственного университета не только в настоящем, но и в будущем. Я желаю вам успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Владимир Владимирович, за тёплые слова. Я думаю, многие слова, сказанные авансом. Кстати, по ходу тут вот в процессе нашего разговора тоже есть некоторые спекуляции. Сразу хочу сказать, у нас нет языков запрещенных. Нема обзабронных. Шановные павлии, маргинализма в университете точно не будет. Мы должны понимать, что мы должны понимать, что я откровенно говорю, и это достаточно часто звонят московские каналы и берут у меня интервью, потом они комфортно к улице. Мы нормальными, маргинально отвечаем на многие вопросы, просто понимая, что империя когда-то заканчивается, а уровень отношений между нормальными людьми он должен быть. И это тоже нормально. Нельзя жить сегодня в войне. Но и с другой стороны нельзя допускать, что территорий таким способом забирались. Столько крови проливалось. Поэтому абсолютно нормально. В этом разговоре, что вот там какая-то кафедра будет закрыта и так далее, тоже абсолютно спекуляция, которая не имеет никакого основания. Кстати, я хочу заметить, что у нас авторитетный зал тоже получит свое развитие. Мы обязательно это планируем от Сергея Владимировича, поскольку мы хотим расширить возможности здесь работы и по качеству, и звук, и свет, и многие другие вещи. Мне очень хотелось бы, чтобы наш зал, так же библиотека, я должна вообще 24 часа в сутки работать, как в американских университетах, где я проходил стажировки. И это очень важно. Парк должен светиться. Вы заметили, да, уже тоже приятные изменения. Ну, слушайте, кто же поступает в университет, если он не видит? Они должны быть видны. Мы с вами это сделаем. Это тоже абсолютно нормально, все достижимо. Уже летом будет очень многие вещи приятны. Вы будете удивлены. Это надо делать. Вот каждый день изменений к лучшему, чтобы маргиналы не говорили, все пропало, все плохо и так далее. Да, много чего хотелось бы изменить. Ну, что сделаешь? Мы с коллективом сможем сделать очень много. Очень много сможем сделать. Пожалуйста, Игорь. Пожалуйста, коллеги. Я хочу, чтобы вы поверили меня. Он не просил меня выступать в него. Понимаете? Это мое уважение. Честно. Я хочу обратиться к депутату. Сейчас Вы полный рады, что он законопроект про прогрежу от света. Ну, там такой мини-грейт страшный. Ну, фактически он может думать наше органическое... Про прогрежу от света я все знаю. Да. Сама назвка прогрежу от света, да? Я уже не знаю. Про судебництво. Помните, когда ты шевлеющий кого? Так, и вот про прогрежу от света. Про прогрежу от света. Его продвигает, как мы сейчас активно про фантазию. Давайте я вам передаю сразу. Да. Дивіться. По спектам Сиреид, ясно-спортник головы Верховной Ради, мает свое бачення того, яка вона должна быть. Мы сейчас уже три месяца, как Розиславля, нести, до речи, в нашем университете. Також мы взбираем экспортную точку зону относительно этого проекта. Я думаю, что я уже маю информацию, что этот законопроект будет сниматься, потому что он не отвечает на реальность, на маршруту, на комитете. Я хочу сказать, до речи, вот остальное заседание комитета было. Я думаю, на фейсбуке я это выкладываю. Вы видите, эту работу обговорился так, что проект концепции педагогической освіти, когда хочу поеднать, я тут дякую опозиции, пана Филипенко, который вернулся до речи. Вы видите, эта опозиция, она была четко сформулирована. В решении комитета, чтобы объединить вчителей физики, химии, беологии, географии, астрономии в один, мы понимаем, что это шляп до оболванизации вчителей, а после того, как мы оболваним вчителей, то мы будем дальше мать проблемы. Это же касается дошкольно-початковой освітики. Понимаете, мы не должны идти шляхом, а вот тут я против шляха американского, когда публичная школа доминует, и когда в результате, а лишь американцы, это много людей, они после этого могут докупить людский капитал из Украины, из России, из Польши и так далее. Мы этого не должны допустить. Мы, фактически, університеты, это фильтры для того, чтобы молодежь поддерживался. Поэтому мы должны на это отвечать нашей работе, нашей работе, нашей качественной работе. И это очень важно. Это приходит в понимание этих вещей. Я, например, знаю очень много систем, за кордоном. Наша система среднего света наиболее потужна. Найбільш потужна. Я и государство это знаю, и наше поколение знают, что за тих часах очень много внимания приделась к фундаментам. Математика, физика, химия, биология, география, астрономия и так далее. Мы тогда смеялись, когда сказали, что американцы там, какие-то, не знают, где есть, сколько континентов есть и так далее. Мы это должны превратить. Поэтому мы здесь скрируем маргинальные такие вещи, которые связаны с тем, чтобы вообще сделать 5 типов вчителей. Вчитель дошкільно-почетковый, вчитель гимназии, который мы будем выкладывать от словесности до математики. Ну, это 5-9 класс. И три профиля вчителя ліцею. Это вчитель технического профиля, вчитель гуманитарного скремления и вчитель проектно-математической дисциплины. Я думаю, что мы не можем допустить, потому что мы понимаем, что фундаментальный контекст всегда был сильнейшей скромной, как раз в Украине. Ну, это так. Дуже коротко. Поэтому таких идей очень много, но поломать, вы знаете, очень легко. После этого провести ответную реконструкцию, по новой, это будет очень сложная. Ну, то так. Я все понятно, Светлана? Можно я запитаю, как вектор из учебной работы? Мы говорим с вами тут и мы не раз. Но у нас в Украине сегодня существует два вуза, которые прошли международную сертификацию ИСЮО. Это торговый и экономический, и католинский у Львови. Мы ждали, у нас процедура лецензования и аккредитована, это витримано в повністю, в соответствии с законодатством. Все наши специальности в час на полюцензовании и аккредитовании. Но все-таки ревень вуза, в сучасном, означается самым этим сертификатом. Цей сертификат потребует величезной кількости складовых, яких, на жаль, в системе витчизняной освятии и науки еще нема. Это широкие международные связки, это желающие иноземных студентов. Мы долго ждали от Министерства освяти и науки процедуру проходить международную сертификацию, но так независимо и эта сертификация не произошла. Как вы видите эту ситуацию, потому что вуз сегодня находится в таком состоянии, что мы можем пробовать проходить эту сертификацию. Дякую. Ну а скільки я сам безпоспередний участник всіх подій, які відбувались, навколо она взяла, я думаю, багато, хто бачить, як все это произошло. До речі, це взагалі проблема Украины, це виконання закону. От закон написанный, ну мне подобается мне эта людина, це не означает, что кто-то не должен выполнить закон, закон я, вы выполните этот закон. Что касается этого, есть соответствующая автономия. Я вообще скажу так, что первое, когда мы начнем процедуру такой сертификации, она очень важна, потому что много специальностей у профессионеров очень сильные. Эти профессионеры у них очень сильные публикации с соответствующими индексами и кратами. Но, в первую очередь, должна быть очень сильная система внутренней якости, потому что сертификация начинается не с переверки того, что происходит на занятиях, а с того, что этот университет имеет свою собственную, прозорную, честную, честную систему управления и качественности. Если она нет и это проверяем, то это означает, что есть полная гарантия в 99,9% что все происходит абсолютно нормально за этими процедурами. Вот я скажу, что мы уже 13 лет делаем эту конференцию вектора. Я думаю, что много кто знает. Закончимаем публикацию окременный сборник Шприндер. До речи, вот был еще один, что появится за 2016 год. Но процедуры, то есть, WP-ревью, формирование программного комитета, даже, я так шуткую, один мой очень близкий друг, академик и так далее, говорит, что такое две конференции подряд, моя публикация в Шприндер не попадает. Ты можешь, а аспиранта моя уже два роки позже публикуется, можешь решать вопрос? Я говорю, я могу решать вопрос, но после этого не будет Шпрингера. То есть, они очень четко, да, 120 подали, ну, в своей статье, и дяки 12 публикаций в Шпрингере. То есть, мы можем не понимать, что если мы с вами сможем организовать внутреннее управление якости, если, я так вижу, и эту первую очередь, работу для тех, которая может взять на себя много функций, которые связаны с умирюванием, независимыми, независимыми, незангажированными, это означает, Наталья Анатольевна, что мы можем абсолютно спокойно, не ждать Министерства освещения и науки. Я думаю, мне одного будет достаточно для этого помощи, но абсолютно это сделаем. И что? Мы имеем ответственные нароки, мы принимаем участие международных проектов, международных грантов. Наши вкладыши скажутся. Я сразу хочу сказать, в присутствии всех, это очень важно, не на слова, а честно, мать рядок в бюджете университета. Это зависит на мобильность. Я имею в виду подрядчика. Люди должны знать, есть на всех, на всех никогда не будет достаточно. Но не лучше будут идти в этом году, в следующем году, в следующем году и так далее. Но деньги, которые будет оформлять ученая Рада, будут очень важны. Я вам честно скажу, что для меня, я могу тут, в данном случае, говорить не только как кандидат на посаду ректора, а как первые депутаты, скажу сразу. Сейчас идет много дополнений к закону про высшую освещение. Вы знаете мою позицию. Это переход к корпоративной системе управления, это относится новой философии финансирования и это относится вымиривания. Если эти три блоки, а мы уже договорились, практически много вопросов уже сняли, мы сделаем. Поэтому, если мы с Гройсманом домовимось у этой конструкции, соответствующие вещи я подам президенту Украины, я думаю, что может в квитне мы уже будем выносить под купол Верховной Ради цифровой. Это очень важно, потому что, на мой взгляд, это не властиво, когда река имеет монополию на все. Это абсолютно нормально. Поэтому эта монополия, она вбивает инициативу и мотивацию людей. Потому что я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Так это не должно работать. Мы равноправленные партнеры. Просто у ректора есть свои функции. У главы ученки пишутся в закон, что голова Верховной Ради не может, точнее, ректор, або ректори не могут быть, очолювать Верховную Раду. Что головой административной Ради должен быть ректор. Что наглядовая Рада, это не просто будет свадь, где генералы. А это орган, которому министр, власник, делегует соответствующие повноважения, для того, чтобы сбалансировать систему принятия решений. И вот тогда мы сможем вернуть то, что я пробил. Я честно скажу, это за 4 часа до голосования. Это произошло с министром, когда шла честно, скажу, торговля, что декани должны обраться на факультетах, а не на учении Ради Университета, для того, чтобы ректор продолжил влиять на волю в факультете. Нет, это неправильно. Баланс должен быть. Но если мы сделаем корпоративную систему управления, то можно повернуть, чтобы декани выбрали на учении Ради. Вообще, наверное, уже не так залежать от ректора университета, потому что есть голова, который формует порядок, и так далее. То есть это нормальная система. Когда много потужных людей, университет потужен. Когда только одна человек, как сказали, все же делают, это система, на мой взгляд, абсолютно неправильная. Розбудить сведомость, дать ответственность, поддерживать финансовые инструменты, это как раз задача ректора. Я вам как привидно обещаю, что как раз вся философия, философия опори на людей, философия опори на коллег будет очень важной. Потому что мы с вами, вовремя, за наших студентов. От яка якость освіти будет у наших студентов, вот такие майбутние будут. Больше того, реноми, имя, репутация университета, в первую очередь, зависит от наших выпускников. Если наши выпускники – это успешные люди, это означает, что университет будет успешным. И это означает, что мы всегда будем иметь континент. Поэтому, великая профориентированная работа, она будет иметь свои скоростные. Я сейчас не оголошу, но это работа, которую мы еще работали с Юрием Ивановичем, с Олегом Ивановичем, с Ивановичем и Шевковым. Мы выезжали в район. Я вам обещаю, что будут встречать коллеги, райадміністрации, будут встречать с директорами, с вчителями, с батьками. Мы должны с вами вернуться к континенту. То есть будет успех в нашем встрече. Я ответил на вопрос. То есть мы можем распочинать, а вы. Мы участвуем в проектах, и в последнее время наш адрес… И в дом, и не в улице. Да, не воспринимается европейскими организациями. То есть я говорю о том, что… Нет, адрес имеется электронный. Наша инфраструктура… Наша инфраструктура на данный момент электронный не позволяет нам в полном объеме участвовать в европейских проектах. Зарегистрировали адрес, а они не доходят до адресата, потому что, ну, необходимы какие-то инвестиции, каким образом мы это решим. Сразу хочу сказать еще, как мы домовлялись. У нас уже в этом году будет инвестиция в библиотеку. Я думаю, что полмиллиона – это только начало. Я специально не анонсирую наши возможности, которые будут появляться, хотя мы с Васильем Виколаевичем все начали на месяц в червнях. Будут такие же инвестиции тут, поэтому у нас есть планы на библиотеку. Я просто – это связанные вещи. Также обязательно будет инвестиции в классе химии, обязательно это будет, потому что классический университет не может быть, и в класс физики. Мы должны оновить, как мы сделали робототехнику, мы сделали микробиологию, также мы должны сделать химию, как минимум. Я говорю, что это будет сделано. Показать что-то, что ты точно не сделаешь, я бы этого не хотел бы сделать. Поэтому вещи, которые связаны с восстановлением нашей ИКТ-инфраструктуры, которая, на жаль, за последние годы вы по Wi-Fi это чувствуете, по падениям сервера чувствуете, по электронной почте чувствуете, мы это по нормам. На это есть соответствующие финансовые ресурсы, и мы эту работу начнем. Но сначала учение Радиоуниверситета будет обговорено. Если учение Радиоуниверситета проголосует, мы готовы, мы готовы, мы готовы, после этого будут соответствующие тендерные процедуры, и дальше по тексту. Я думаю, что мы должны вернуться к нашему университету, как раз место лидера, как раз в галузе речей, которые поддерживают. Это 21-летие. Вы в своем выступе говорили про этот корпус, про корпус вовный, и у нас, я так понимаю, все интересны два вопроса. Первое вопрос – ваше ставление и ваша дальнейшая работа, если вы по бульверистике, это первое вопрос. И второе, многие говорят, что, возможно, не нужно вкладывать деньги, например, в актовый зал, а в бассейн, а нужно сделать 3-4 корпуса. Так же, ваше видение, потому что это и наши студенты, и инфраструктура. Спасибо. Доброе утро. Шановные коллеги, что касается болезни, я забыл сказать, честно скажу, дякую за вопрос. Вы знаете, что, на жаль, апелляционный суд Украины перед Дембеля, как сказали мои коллеги, я принял решение, что нужно только забрать акт на постоянное землекористическое использование. Я поговорил со своими коллегами, народными депутатами, после этого я подал соответствующий лист Генеральному прокурору Украины, мы с ним поговорили об этом, а также пану Грозьману. Что Грозьман сказал? Я говорю, мы этим подонкам земли Херсонского госуниверситета нет и дословно. Однако нет. Однако. Ну, это шутка такая. На самом деле, это просто отношение к тому, что земля — это святое. Земля точно будет за Херсонским госуниверситетом. И поскольку нам, вот юристы сидят, они подтвердят или нет мои слова, нам отказал Верховный суд в принятии документов с подачей генерального прокурора. Мы сегодня, в пятницу, мы получили уже эти документы о том, что Верховный суд Украины принял наши документы и Генпрокуратура будет представлять интересы Херсонского госуниверситета и земля будет наша. Я вам обещаю, это будет точно. То есть, не 5 земли. Тот, кто там находится, соридатор, пожалуйста, коговора и как далее, нужно заниматься деятельностью, которая не запрещена законом, работать на нашем университете, но земля точно будет принадлежать нам. И это вопрос как-то понятный. Поэтому сейчас наши юристы будут сопровождать я в пятницу. Я специально не озвучиваю фамилии наших коллег, потому что они будут очень нам серьезно помогать, народные депутаты, для того, чтобы мы землю эту не тратили. Это не слова, это абсолютно конкретные действия. Что касается Перекопска, сразу хочу сказать, почему мы все-таки сейчас в первую очередь спортплощадка, спортзал, автовый зал, бассейны, это то, что сегодня нужно студентам. Надо просто, грубо говоря, создавать следы прямо сегодня. Что касается Перекопска, не буду скрывать, каждый народный депутат имеет свои 25 миллионов соцэкономов. Огромная часть этих денег будет инвестирована в этом году здесь, а вторая часть 25 миллионов на 2019 год. Это в топ-ланы, потому что за этот год надо будет сделать проект по Перекопска 3, потому что без проекта никто денег выделять не будет, а это очень серьезная вещь, потому что это памятник, это памятник архитектуры, который мы должны сохранить для всех. Поэтому у нас есть сейчас проработки, деньги, значительная часть денег на это будет, и мы это обязательно сделаем. Но, повторяю, вещи, которые я сейчас говорю, они в коем случае не будут мешать тем обещаниям, которые я говорил по мостопереходу, потому что это касается всего города Херсона. В конце года будет там 20 миллионов, которые у меня есть по ФРР, они будут идти туда, мы должны в городе это сделать, потому что много людей живет на Таврическом, они должны нормально перебираться в эту часть города, поэтому, повторяю, никаких, если кто-то хочет как поспекулировать, а вот так же и обещание, то, что касается обещаний для города, и то, что касается работы с университетом, это соблюдается и там, и там. А потом я хочу сказать, вот, слушайте, здесь 10 тысяч человек, здесь все среди городов, здесь все среди преподавателей, на территории Херсонской области. Поэтому, что касается вопроса развития университета, это, в первую очередь, интерес и областной влады, и лицевой влады. И, хочу сказать, вы видели нашу встречу с землячистом, вместо Херсона и меры города это поддерживает нашу университет. Я думаю, что разом мы обеспечиваем эти вопросы и будем развивать наши университеты. Это ирон, это ирон. Это ирон. Это ирон. Я ответил на ваше задание. Поэтому, 2019 год, это будет год, как вы говорите, Рекопский театр, в 3-м и 4-м году. Спасибо. Аплодисменты. Чтобы начали выступить. Аплодисменты. Счастливо нам голосовать 15 лет. Продолжение следует...